Развивающаяся восточная часть Югры, Сургут и Нижневартовск, где только-только открыли Самотлорское нефтяное месторождение, требовала более плотной связи с большой землёй. Оба посёлка, как, впрочем, и другие проектируемые центры буровых работ «Нефтьюганск-Урай» находились близ водной магистрали. В то время только реки могли обеспечить доставку необходимого оборудования и товаров, а на берегах можно было обустроить площадки для их разгрузки, хранения и транспортировки. Обь в районе Сургута достигала ширины двух и даже более километров и усиливала промышленный потенциал этой территории. Вместе с тем, водный путь по Аби протяжённостью 3000 километров был доступен буквально 3-4 месяца. За сезон навигации обеспечить необходимыми материалами и продовольствием сургутских нефтяников было очень сложно. В Сургутском речном порту фиксировали постоянный рост объёмов прибывающих грузов. В Минридж флота, Министерстве газовой и нефтеперерабатывающей промышленности выделили деньги на строительство дополнительных причалов. Но не спасло. Водным транспортом удовлетворить потребности того же сургута не могли даже наполовину. В 1964-м, например, завезли лишь 40% от всего необходимого. Не хватало 11-тысячному селу буквально всего – от хлеба до труб, используемых в бурении. Тогда нефтяники решили строить через тайгу зимнюю дорогу. Приказ поступил от Виктора Муравленко, начальника главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. Из Тюмени приехала группа людей с техникой, результатами топографических исследований и даже бытовыми вагончиками. На то, чтобы проложить трассу, ушел весь декабрь 1964-го. 5 января 1965 года по новой дороге жизни открыли движение. Колонна автомобилей впервые совершила пробег протяженностью 960 километров. По абсолютному бездорожью ехали 8 дней. В первую же зиму на нашу землю доставили машинами более 10 тысяч тонн жизненно необходимого груза. 25 июня 1965 года Сургут приобретает статус города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»